Андрей Кулагин Поставьте, пожалуйста, в чат единицу, кто получил на свой электронный адрес подарок от Андрея Павловича. Это мастер-класс «Городской пейзаж. Техника пастели. Зарисовка. Городское кафе». Жду от вас единиц, чтобы понять, все ли получили подарок. А для тех, кто по каким-то причинам не получил этот сюрприз, чуть позже я выложу на него ссылку в чат. Но это не все. Спикеры наших творческих встреч будут предлагать свои платные мастер-классы. И тот, кто купит наибольшее количество этих мастер-классов, получит картину Андрея Павловича в подарок. Ту самую, по которой сделан этот подарочный мастер-класс. Итак, я сейчас посмотрю в чат, есть ли единицы. Ага, спасибо большое за обратную связь. Вижу, что подарок получили. Угу, отлично. Ага, кто-то не получил. Ну, не переживайте, выложу в чат ссылочку и скачайте себе. А сейчас я напомню, как выглядит картина. Та самая картина, которая будет вручена в качестве подарка. Итак, смотрим. Ага, надеюсь, что вы сейчас ее видите. Удивительная картина. Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего подарка, который украсит любой интерьер и создаст удивительную атмосферу теплоты общения и приятного отдыха. Валерия Франчука. И сейчас я попрошу вас, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, те, кого творчество Валерия задело заживое, и кто получил массу положительных эмоций от работы этого великого мастера. Итак, жду ваших плюсиков. Записи будут пополняться ежедневно, и для любителей художественного творчества это просто неотсомнимый продукт. Вы будете оттачивать свое мастерство с классными учителями, которые в очень доступной форме делятся своими секретами и подробно объясняют каждый свой шаг. Вы сможете пройти от начала до завершенной работы с мастером не спеша, тратя на это столько времени, сколько потребуется. И если какой-то момент необходимо повторить, то такая возможность всегда будет, ведь запись можно просматривать много раз. Вы сделаете подарок не только себе. Незабываемые впечатления получат и ваше окружение. Близкие друзья по достоинству оценят вашу работу, что принесет немало радости и воодушевления на дальнейшее творчество. Стоимость всех записей вебинаров пока прежняя, и вместо 12 тысяч вы получите их с огромной скидкой всего за 1990 рублей. Баннер находится над чатом, вам нужно нажать на него, и вы попадете на страничку с описанием всех записей. Проходите по баннеру прямо сейчас и станьте обладательным ценнейшего обучающего материала. Посмотрю я, как стоят наши плюсики. Для тех, кто не видит или у кого плохой звук, обновите, пожалуйста, страницу, нажмите F5, либо зайдите в другом браузере. Очень вам советую Google Chrome. Пожалуйста, сделайте это, и тогда будет вам все хорошо видно и слышно. И прежде чем я передам слово Андрею Кулагину, скажу буквально несколько слов о его ученице Оксане Орёбна. Родилась Оксана в Житомирской области. Любовь к живописи привита с детства мамой. Учила видеть невидимое для других, наполнение цветом всего, что нас окружает. Чувствовать объём и форму. После школы окончила торговый экономический. С 1995 года жила и работала в республике Саха, Якутия, где поступила в Иркутский политехнический и получила специальность инженер-строитель. Вышла замуж и вернулась в Украину. Сейчас у Оксаны четверо замечательных детей. Она умеет любить, ценить и страшно работоспособна. С 2010 года занимается в студии Андрея Кулагина. Участвовала в городских выставках. Сегодня у Оксаны дебют, и я попрошу вас, уважаемые участники, поддержите Оксану и поставьте, пожалуйста, в чате много-много восклицательных знаков. Я думаю, что Андрей Павлович нам расскажет об Оксане те моменты, о которых может знать только учитель. Я передаю слово Андрею Павловичу. Андрей Павлович, можно говорить. Меня слышно? Слышно вас? Видно? Главное, видно. Ну что, дорогие друзья, добрый вечер. Я опять радуюсь с вами, пристально наблюдаю с вами и разделяю муки творчества с вами. Вы знаете, сегодня очень мне приятный день. Это не значит, что вчера был неприятный. Вчера выступал мой друг, мой замечательный брат по искусству, Франчук Валера. И я понимал, что если он даже сделает что-то, ну просто на чистом листе бумаги распишутся, все, кто зайдет в Википедию или в энциклопедию какую-то, оценят то, что белый лист с его росписью уже что-то стоит. Сегодня другая ситуация. Сегодня выступает моя ученица Оксана Орел. И, конечно, одной росписи ее будет мало. Ей нужно нарисовать или написать прекрасную работу, чтобы порадовать вас, прежде всего порадовать меня и в последнюю очередь обрадоваться или разочароваться собой. Я очень уверен за нее, потому что работу ее все воспринимают с большим, таким, знаете, большим человеческим теплом. И это тепло не потому, что ее гладят по головке и говорят, ну молодец, ты мать четырех детей, еще и занимаешься вот этой вот фигней. Нет. Она занимается этим очень серьезно. и при том, действительно, что она мать четырех детей, прекрасного, ухоженного мужа, на которого, я думаю, засматривается не одна женщина и облизывает пальчики. она и настолько работоспособный человек, настолько жертвенный не только для своих детей, но и теперь уже для творчества, она подсела на это дело живописное, и теперь она одна из самых продуктивных студии, но и она из самых дисциплинированных студии у меня в студии. Что я могу о ней сказать еще как о человеке? Это человек открытый, без, ну знаете, как это сказать, без листи в душе, и поэтому очень общаться с ней легко и приятно. И я бы посоветовал вам очень внимательно отнестись к этим работам и в плане поаплодировать ей. В этом она особо не нуждается, потому что работы ее просят, работы ее вот сейчас китаец приезжал, один договаривался о ее выставке, ну в общем не об этом речь. Речь о том, что вы действительно научитесь у нее тем приемам, ради которых названа вся программа «Секреты мастеров». Она мастер, у нее очень много интересных работ, и вот этими секретами она поделится. она мне иногда говорит, Андрей Павлович, вот как вы думаете, если я вот так вот буду делать работу, как это правильно или нет, Оксана, потому что это ваш прием. Делайте, как вы считаете нужным. То есть она сегодня, ну, не академический художник, который должен следовать тому, что сказал учитель. Она уже в состоянии решать свой путь, как она будет начинать картины, чем она закачивает. Поэтому эти приемы, приемчики, секреты, секретики, я думаю, что вам очень пригодятся, если вы захотите нарисовать очень-очень достойную, например, розу, очень достойный какой-то цветок. Она, кстати, очень любит, у нее есть пейзажные работы, но это не ее, ну, как бы, она не характер, для нее, для ее творчества это не очень характерно, для ее творчества характерно цветы, 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 цветы. Она говорит, я бы с удовольствием портрет рисовала, все, и опять продолжает рисовать цветы. И поэтому я представляю ее вам и не перестаю удивляться тому, какие люди бывают рядом с нами. Мы порой ходим на улицы, мы общаемся и часто не обращаю внимания на то, что с нами рядом талант. Сегодня я был в Сбербанке, снимал деньги, и девочка, которая давала мне консультацию по валюте, она сказала, скажите, вы получаете деньги из США сейчас, скажите, пожалуйста, а вы профессор какой-то научная работа какая-то у вас, и вы за какую-то работу получаете? Нет, я говорю, я художник, но это действительно деньги за мою работу. А, это здорово, художник, а вы знаете, я рисовала, я рисую, я нарисовала, даже в подъезде расписала там, значит, какие-то мультипликации свой, как это называется, свой, свой этаж, она сказала, я расписала. и теперь я так заразилась этим, что я хотела бы и следующие этажи расписывать, но мне неудобно прийти к людям и сказать, я буду у вас расписывать все этажи, понимаете, дома, в котором я живу. То есть, вы представляете, девочка, которая консультирует, которая там зав по какому-то вопросу, она прикоснувшись к миру прекрасного, заболела этим замечательным наркотиком, и она теперь уже неудержно хочет делать прекрасное. То есть, заработала вот эта ситуация, когда человек не может не делать этого. И поэтому, преклоняясь перед той ситуацией, в которой оказалась Оксана, то есть, она очень занятый человек. Это я еще расскажу, сказать, мама четверых детей. Достаточно сказать такой момент, очень теплый, приятный, что она сейчас делает мастер-класс в моей квартире. И по одной лишь причине мы сказали Оксана, дети сломают тебе дверь, если ты будешь сделать у себя в квартире. Они тебе не дадут этого делать. приходи к нам и мы это себе попробуем все организовать и ты можешь прекрасно себя чувствовать. Имея столько детей разных характеров, такую замечательную публику, но это огромный труд, который еще добавляется тем, что у нее дочка студентка, она, кстати, чуть-чуть училась у меня, эта девочка, и я хочу сказать, что все это достойно слов. Не перестаю удивляться. Не перестаю удивляться, сколько среди нашего народа талантливейших людей. Мы вообще славяне уникальные, вы знаете. Приехал я в Германс в Австрию был, Германию в Австрию приехал. И сидит, рисует прекрасные работы. Да, вначале я прошел по парку и видел работы совершенно угнетающие, слабенькие работы. Это австрийцы сидят и рисуют портретики этих людей. Такие несчастные они работы просто доброго слова не стоят. Я не говорю, что все искусство Австрии плохое, оно замечательное, гениальное. И где-то там на подножках, на ступеньках сидит человек, я подошел к нему, он заговорил со мной на русском языке. Оказывается, это русский промысловик, так его назовем, приехал туда рисует, продает свои работы. Ему приходится их продавать дешевле, чем те австрийцы. Но работы совершенно талантливые, гениальные работы. Там такая прекрасная акварель, чувство света. Вот представляете, дорогие, наш народ это нечто вообще невероятное. Я не сходим к тому, что у меня нет никакого шоинизма, я люблю все народы. Но то, что я вижу реально, это уникально. Не важно, в каких ситуациях мы живем. мы готовы творить, мы готовы увеличивать это искусство. Оно национальное богатство, только страны наши этого не понимают. И в этой атмосфере я думаю, что новые поколения, которые приходят, они оказываются очень счастливыми. Лишь бы они были благодарны за это. ну с богом. Я желаю Оксане удачи, а вам веселого, радостного просмотра. Подбодрите ее шуткой, а шутка будет всегда возвращаться вам и ей хорошим настроением и положительными эмоциями в работе. Спасибо. В конце я думаю, что я еще раз встречусь с вами, поэтому не до свидания, а на время удаляюсь из экрана. От экрана. Милости прошу. Спасибо, Андрей Павлович. Ждем и дождемся Оксану. Добрый вечер, Оксана. Рада вас видеть. И я очень рада видеть. Я очень ждала эту встречу, потому что и для меня это огромный опыт. и вы получите какой-то опыт. Надеюсь, вам понравится работать со мной? Что хочу сказать? Я в принципе готова приступить к работе. Я вам сейчас покажу. Я еще хотела поблагодарить Андрея Павловича за столь добрые слова. Мне очень приятно. водичка. Спасибо. Работу вы все видите на экране. Я ее тогда буду держать в руках, чтобы мне было удобно писать. Хочу сказать, что я взяла работу немецкой художницы. Зовут ее Клара Северс. вы можете посмотреть ее в интернете. Мне очень близки ее работы. Когда я посмотрела и искала работу для сегодняшнего вебинара, мне они пришлись очень близко по душе. Она в основном рисовала натюрморты. Эти натюрморты очень гармоничные, очень спокойные в тонах. Я думаю, что вам тоже это нравится. Так, ну, приступим тогда. Что я взяла для работы? Самое главное, я взяла кисти. Люблю работать с кистями, если вам видно, они вот такие плоские и узкие. Я могу с такой кистью практически сделать всю работу. взяла мастихин. Ну, и такие вспомогательные у меня есть более тонкие кисти, есть круглые, есть тоже плоские такие овальные. ну, вот я вы знаете, когда сажусь работать, я, например, вот, ну, вот они вспомогательные, если нужно будет, я возьму и буду пользоваться. Самая широкая кистью, вот, номер 18, мы будем делать общий фон. Это будет намного быстрее и проще, так как эта кисточка очень удобная, широкая. Какие я взяла цвета? Взяла белый цинк, взяла неаполитанскую розовую, мне это нравится очень. Тон мы можем получить самостоятельно смешением белого, коричневого и, например, с добавлением либо кадмия, либо, ну, вот такой вот теплый цвет, как неаполитанский розовый, мы можем получить самостоятельно. Ну, так как он есть у меня готовый, я его стараюсь сложить как в подложку. Взяла я кадмий, желтый, средний, взяла зелень травяную, кадмий красный, темный, это у нас цвет пойдет для нашего цветочка и для бутона, такой насыщенный яркий цвет. Ну, как вспомогательный взяла английский красный. И есть у меня еще, говорю или нет, Марс темный коричневый. Все цвета у нас есть. Начнем. Для начала я хорошо углажню холст. Можно сразу работать с неаполитанским розовым. Я вот просто закрою холст очень тонким слоем, чтобы он потом не особо уменьшал, чтобы такско было не жирно. Меня хорошо слышно, да? если нужно кромче говорить, он не подскажется. Да, сейчас хорошо слышно. Можно попросить еще участников конференции, чтобы поставили плюсик, если хорошо слышно, или написали, если плохо слышно. будьте добры, поставьте пожалуйста в чат какие-то пометочки. Вы знаете, я помимо того, что я очень давно занимаюсь студией, я еще как бы всегда, когда у меня есть свободное время, я смотрю мастер-классы, очень много сейчас молодых художников есть. Я считаю, что вы знаете, для работы никогда не помешает лишняя информация, хотя мне информации достаточно, но вы знаете, когда работаешь, хочется, вот как Андрей Павлович вчера сказал, каждый раз вот как сосуд, я пока наполняюсь. Мне, например, я выбираю мастеру, вот как в частности вот Клара Сервис, мне нравится ее работа, я их сначала изучаю, как бы читаю эту работу, я смотрю и я поэтапно ее прорисовываю сама себе в уме, перед тем, как начать с ползком работать, вот, и думаю, как бы я это сделала. Например, вот почему я сейчас покрываю, делаю такую подложку, мне нравится многословность. Может, это с первого взгляда и незаметно, но для меня вот этот основной фон, он, вы знаете, вот как духи, да, вот, есть аромат, но в него входят очень множество компонентов, какие-то цветочные ароматы, вот, различные ароматы, и в итоге получается один единый мы выбираем такой нам по душе, и в работе. Тем многослойнее будет прослойка, тем интереснее будет смотреться основной фон. И есть основные правила в живописи, мы всегда руководствуетесь своим внутренним каким-то вот чутьем. Нас Андрей Павлович учит иногда отступать от каких-то правил, если ты интуитивно чувствуешь, что это правильно, сделай это, как ты это видишь и как ты это чувствуешь. А еще всегда садитесь работать с хорошим настроением. Знаете, когда плохое настроение, плохо на душе, какие-то различные ситуации жизненные, я считаю, лучше не браться за работу, потому что это, скорее всего, будет какое-то лечение, а не в итоге получится ли вам насладиться результатом работы и будете ли вы получать положительные эмоции. мы смотрим на работы мастеров и мы же выбираем каким-то внутренним чутьем, нравится, не нравится, а я уверена, что этот мастер, когда работал, он вложил позитивные, только позитивные эмоции. Ну, вот так вот, вот таким образом я сделала подложку. обязательно в работе должна быть тряпочка. Она наша помощница. Я примерно вот отмечу, вот у нас будет серединка, вот примерно вот это будет цель. Размещать по центру. Оксана спрашивает, маслом покрывать? Кого покрывать? Картину. Вот эту подложку? Да, наверное, так. Ну, это я покрыла маслом, конечно, это маслом, это неаполитанский розовый цвет, это я сделала пока подложку. такой. Спасибо. Можно зрительно наметить центр и разместить цветок. Цветок будет не по центру, мы его немножко сдвинем, он у нас будет чуть-чуть ниже и чуть-чуть правее. я возьму кадвий красный. Оксана, немножечко камера сбилась, если можно чуть-чуть ее наклонить, чтобы весь холст был виден. Я сейчас снижаю. Андрей Павлович, помогите, пожалуйста. Отлично. Спасибо. Все, отлично. Когда мы намечаем цветок, мы намечаем самым темным, глубоким тоном, какой будет у нас, вот, смотрим на цвет и смотрим, какой будет самый темный тон. А потом постепенно мы будем осветлять. Я немножко взяла еще, добавила Марса. английскую красную я говорила, да? Уважаемые участники, фото цветка я сейчас вам выложу в чат. А у них нету, да? видимо, другой вариант. Сейчас мы выложим тот, который вот у вас, Аксан. так, это у нас будет серединка. Я стараюсь сразу, когда намечаете цветочек, вы попробуйте движениями намечать его так, чтобы вы сразу видели, где у нас будут лепестки, какой они будут формы. То есть сначала серединка вот такая чашечка, а вот где-то вот примерно здесь у нас будет цветочка, добавим самый нижний листочек, добавим кровяное зелень, это будет самое темное, и выкладываем листики. Не пугайтесь, что у нас сначала будет такое темное пятно, мы потом оформим. Вот видите, вот эта часть у нас, если у вас уже есть картинка цветочка, сразу намечаете, где будет самое главное, вот эту нам глубину наметить, где будут самые темные и самые яркие части цветка. Спасибо. Оксана, просите еще раз прокомментировать краски, которыми вы пользуетесь. Цвета, видимо, я так понимаю. Цвета, смотрите, я взяла самый яркий, это у нас кадмий красный, темный, можете взять красный у любых оттенков, насыщенный красный, какой у нас есть. Взяла еще английский, красную английскую, немножко домешиваю масса и домешиваю травяную зеленую. Это вот эти вот части, самые глубокие внутренние части, вот где, откуда начинают расти листочки. Ну, естественно, у нас неаполитанская розовая, она как основа, она втягивает в себя, ну, уже смешивается, готовая на полотне. Белила мы пока вообще не берем, то есть мы работаем с самым темным цветом, какой у нас есть. Еще вот на вот эти нижние можете подмешивать. Кадми, желтые. Вам хорошо виден рисунок, да? И вот смотрите, я вот сразу прорисовываю форму. Форму лепестка. Вот сюда бы я добавила больше травяной зелени, еще темнее. И вот здесь. Поехали. Продолжение следует... 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 почему мы на этом этапе вот прорисуем еще раз четче сделаем этот листик у нас мы начнем работать с основным видите я как бы намечаю чтобы не было понятно конструкция самого цветочка боже мой участники у кого не получается включить видео кого не видно не слышно не получается зайти из других браузеров зайдите посмотрите на ю тубе я выложила ссылочку пожалуйста проходите смотрите там возможно вы увидите услышите все ну я надеюсь освещение хорошее потому что у нас еще солнечный такой день несмотря на время и здесь у андрея палыча такая хорошая солнечная сторона поэтому может быть какой-то в цвете оксана просит комментировать каким цветом рисуем а по и руководствуясь своим ощущением вот посмотрите я и и понимаете мы ее оставим вот практически пока вот на таком этапе я уже добавляю белил во первых за это время пока мы сейчас с вами будем работать с основным полем немножечко масло наше подсохнет и она даст возможность потом накладывать следующий слой и не так будет соединяться краской может быть не может обводит вам понятнее и читаем смотрите пока мы цветочек оставляем вот в таком состоянии и начнем работать с основным полем я вижу здесь у нас будет зелень травяная будет марс и в конце извините я забыла вам сказать что в процессе работы мы немножко добавим сажи но это в самом-самом конце основной фон вы можете сделать по желанию темнее светлее можно сажу не добавлять мы обязательно еще в основном фон будем добавлять подми красный потому что у нас должна быть гармония во всем то есть цвета которые присутствуют в самом бутоне цветке они должны присутствовать и во всем основном поэтому я беру мастихин беру коричневый беру зелень андрей палыч вот много людей просят чтобы камеру все-таки чуть-чуть приблизили если есть такая возможность наехать на картину на цветочек поближе помогите пожалуйста оксане нет такой возможности да сейчас приблизить камеру и визит ну вы наверное не отрываетесь если андрей палыч подойдет я попробую может быть потому что очень много людей просит ну чуть поближе до вроде хорошо если у кого-то нет под рукой мастихина это можно сделать и кисточкой но это надо делать такими очень легкими движениями чтобы сначала не до конца втирать не постепенно смотрите я беру и зелень и коричневые могу немножко добавить вот такой красненький то есть он в конце мы еще немножко его потянем люблю работать мастихин смотрите тогда когда эта поверхность она так гладится утюжком и в результате получается вот нужно играться видите разными движениями разное направление и создавать себе какую-то свою картинку этого фона оксана вас андрей палыч там поблизости нет плохо видно нет видно хорошо просто вот постоянно просит картинку я вроде несколько раз выкладывала ее в чат ну вот просит может быть есть возможность там на скотч прикрепить вот с левой стороны вот с этой стороны не лучше слева если можно слева да вот здесь ага так хорошо ну видно по крайней мере спасибо большое надеюсь видно и всем участникам вы пытаетесь повторить вот точной копии вы попробуйте импровизировать играть это же посмотрите какое слияние красок вот с марсом это будет теплее видите какой сразу теплый тон может вам просто будет плохо видно наверно в экран просто чисто черный да видно на самом деле он очень теплый я очень люблю работаем на темном фоне почему потому что они надо и они нам выдвигают основное основное очень хорошо читается роза на темном фоне да и любые предметы люблю вообще на тюрмоты люблю фрукты очень люблю рисовать яблоки почему-то яблоко мне ближе всего когда-то у бабушки я у нее практически выросла у нее висел натюрморт вот люди моего поколения они должны помнить этот натюрморт он практически был в каждом доме там и дыня и пионы и лимон и стакан с водой я добавлю масло у меня закончилась и для меня такое восприятие знаете вот наверно в детстве не наверно а так и есть на самом деле что в детстве закладывается очень многое то что мы видели чем мы восхищались оксана скажите а вы с детьми занимаетесь творчеством ну по желанию пока желание изъявляет у меня только средний из мальчиков ему 6 лет мы в этом году идем в первый класс у него желание есть ему очень нравится птица мы с ним рисуем и воробьи и арвы конечно рисуем и синичек мне интересно если кто-то первый раз работает мастихи нам как нравится это если есть возможность ответить вот такая игра вы каждый раз можете менять вот смотрите я меняю рисунок у меня получается как мурамор видно вам да оксана спрашивают на каком растворителе работаете я работаю беру всегда без запаха потому что запах вам будет мешать очень работе вы не сможете с ним долго работать я говорила в начале о многослойности у нас фон будет намного темнее просто могут пока накладываем видите почему я лепестки розы сразу не вырисовывала а только наметила потому что работая с фоном вот как бы будем их у нас есть в арсенале тряпочка так что мы потом где у нас будут листочки мы будем эти места протирать мы могли бы и не протирать если бы эту работу вы будете делать дома например возьмете и найдете эту картинку потом в интернете если вам она понравилась еще раз напомню клара сейверс немецкая художница вот то можно например оставить фон подсохнуть а потом сверху рисовать листья но так как у нас сегодня мы должны эту работу начать и закончить у нас нет времени на подсыхание и поэтому нужные мне места я буду протирать у меня быстро заканчивается масло когда работаешь мастихином очень яркий свет очень яркий свет со стороны а на что если Я еще раз повторю, если кому-то не нравится или не получается работать с мастихином, можете это делать кистью. Продолжение следует... Оксана просит назвать еще автора картины, а никак не могут найти в интернете. Клара Вон Сиверс. Извините за... Может, у меня произношение английское не очень. Там сразу должно высветиться в картинках. Оксана спрашивает, а можно было сразу фон зеленым? Можно. Когда он проработан, легче масло, если проще сказать, цепляется. А так у вас будет... Хотя можно было просто смазать холст растворителем. Можно. Я же говорю, я, понимаете, я не могу вам диктовать какого-то как рецепта. Потому что вы должны прочувствовать и просто наслаждаться вот самим процессом. Можете делать по-своему. И просит еще показать, как вы краску набираете мастихином. Посмотрите, какая у меня картина маслом. Вот я беру Марс. Видите, я беру отсюда, стягиваю красный. Здесь смешиваю. Мы его еще будем затемнять. Самое главное, чтобы у вас получился такой приятный глазу теплый фон. Мы сделаем темнее для того, чтобы у нас хорошо читались листья. Если вы видите картинку, может, в интернете, ну, вот мне вот, понимаете, вот эти листочки, они мне вообще напоминают как мраморный рисунок. То есть основное внимание возьмет на себя, естественно, роза, цветочек, яркий бутон. А листья, они, во-первых, очень красивая тут форма показана. Они все разные, все на изгибе листочек каждой. Вот такие в природе листья разные. Вы знаете, листья это вот как дети. Все с одного корня, но все разные. Такие цветы и листья. Вот смотрите, я взяла сажу. И очень-очень легко, легкими движениями, желательно не втирать, а просто как бы поверху разглаживать. Оксана спрашивает, а гуашью можно? Гуашь? Не пробовала. Другой эффект? Гуашь жуткий. Продолжение следует... Ну и гуашь. Как вам? Прекрасно, дорогие. И не делайте очень жирный слой. Нам будет тяжело потом работать с листьями. Продолжение следует. 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 Оксана, вот Карина пишет, говорит, выглядит вроде легко и непринужденно, прям волшебство. Спасибо, но у нее так не получается свободно. Ничего страшного. Вы когда посмотрите, увидите результат, вам понравится. Это же творчество. Как бы вы ни сделали, будет красиво. Спасибо. 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 Оксана, вот Елена спрашивает, насколько густой слой кладете? Обычно на темный кладут светлый, а у вас наоборот. Мне наоборот, мне нравится, когда снизу светлый тон он вытаскивается наружу. А вы можете наоборот, но в смешении немножко будет другой рисунок. Другая будет... Я вот, видите, места, где очень толстый слой, получается такой вот, очень жирно смешивается. Максимально, максимально тоньше, лучше всего, конечно. Наташа, я услышал, там в Сомска кто-то есть у нас. Да, наверное, Андрей Павлович, есть. Сомска, вы хотите привет передать? Да, очень большой. Я так... Таничей, Сомска, ну, это связано с моей жизнью, города вообще. Сомск, Сомск. Я там много, много, много жил. Как вас нанесло на север. Моя бабушка там Колчака видела живого. Андрей Павлович, так вы родом с севера? Ну да, я с севера. А темперамент, как у Южанина, и не скажешь. Ну, я совсем не темперамент. Мне не дает вес быть темпераментом. Сейчас только взвесился 130 килограмм. Андрей Павлович, а как же вы на Украине очутились, с севера перебрались? Чем же вас север не устраивал? Ну, север, ну, это не совсем север, это был Казахстан, с северный. Скорее, это был, скорее, как бы сказать, бывший Алтайский край, который прилетел до Казахстана. И поэтому там начались национальные разборки в то время, и я с семьей лихо удрал оттуда. Потому что, ну, потом как-то все успокоилось, но вообще, мне тут комфортно. Я в своей тарелке живу. У нас ведь национальных проблем вообще в Украине нет никаких. Вообще нет. Вот когда говорят, что-то там кто-то, я пытаюсь заткнуть рты. Знаете, когда берут интервью у меня, на украинском мне задают вопросы, а я на русском отвечаю. Скажите, что за проблема? И никто мне еще за все время не сказал. Вот перейдите на украинский там или еще что-то. С уважением относятся все. Я считаю, что у нас очень комфортно в этом отношении. Вот Оксана Сибиряйшка, можно сказать, тоже отчасти. И говорим мы только по-русски. У меня есть такие отчаянные украинцы, которые со мной работают. То же самое происходит. Очень толстый слой, накажем. Можете снять, если вам некомфортно, очень толстый слой. Я еще хотел бы, знаете, Наташа, если можно так за кадром говорить, или это мешает? Мне кажется, как бы не мешает, а наоборот интересно, если факты какие-то рассказывают, поддерживают. Мне кажется, Оксана, вам не мешает работать? Нет, мне не мешает. Я не знаю, как Саня Лес в каком плане. Я очень боюсь, когда я влияю на что-то такое. Вот прекрасно, Оксана, сейчас вылетела очень. Да, я... Вы знаете, я бы призывал людей иногда быть добрее к чужому творчеству. Потому что обычно это не то, что от письской культуры, мы часто бываем взыскательными, а потому что мы сами ничего не умеем сделать. Я немножко жирное наложила. Вы знаете, я ценю любую работу высокого класса и даже начинающих. И каждая работа достойна особого внимания и за ней что-то стоит, за этой работой. Тем более, работа Оксаны. Работа Оксаны – это не, как бы сказать, это не работа подготовивки, это работа серьезной живописной работы. И она, думаю, аксантура сделала тоже, не так как эти вебинары построены на... Больше на копирование, поэтому мы привязались к этому и копируем сейчас. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы зрители были более, может быть, более, иногда корректными даже. Я понимаю, что бывает, культура очень низкая, воспитания не хватает. Ну, не надо его так выдавать. А что, есть уже, да? А? Есть некорректные... Да, я помню, когда-то я записал мастер-класс и выложил его в YouTube. И русскоговорящая немка мне написала «Первый класс подготовивки». Ну, спасибо, конечно. Я не стал молчать, нет, 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 нет. А она, бедная женщина, думала, как она выставила мастер-класс. Она выставила мастер-класс, и... Не мастер-класс, она выставила так, как она умеет писать. Она выставила показать, что она умеет. А я выставил дидактический материал для новичков. Следовательно, опустившись на их уровень, чтобы они могли повторить за мной. И это работа, и до сих пор является такой, среставатильный у нас в студии. Там 20, по-моему, или больше тысяч просмотров, и люди благодарят, те, кто хочет научиться. А она решила не учиться по ней, она академию закончила. И она решила написать мне реплику. Вот, влагерь мне это рисовать, нарисовать вообще не понимаю. И когда я ей объяснил, что это для студийцев, это для людей, которые учатся, первые шаги делают в искусстве. Она извинилась и говорит, я художница, ну, мы с ней познакомились, даже подружились. И у нее довольно хорошая работа была одна. Она мне показала свою работу. Ну, такая она, без божьего помазания, но все же художница. У нее очень красивая селедка на какой-то газете была. Где селедка, где-то на газете. Мне так эта работа понравилась. Я ей написал, что, вы знаете, мне так ваша работа понравилась, вот эта селедка на газете. Она написала, большое спасибо. Но ей было потом неудобно, честно говоря. Потому что мы подружились с ней. Как несколько времени, даже так, переписывали, что-то обменивали с какими-то такими. Поэтому мы должны помнить о том, для чего эти работы. Когда Оксана решила нарисовать там букет из трех-пяти роз, я сказал, Оксана, у меня просьба, сделайте попроще работу. Потому что люди не смогут повторить. Сделайте розу шикарной, но одну. Чтобы у людей была возможность сделать нечто подобное. И тут дидактический материал. А некоторые хотят, приходят, так сказать, ну, те, кто обычно реплики говорят, они не покупают никаких мастер-пласс. Это шаровики люди, которые пришли на шоу, посидеть, получив удовольствие за бесплатно. Так сказать, у них нет денег в кино, они пришли сюда. И они особо требуют его. Но они не собираются повторить эту работу, там, еще что-то. Вот если бы они повторили, они бы увидели глубину этой работы. Глубину цвета и формы. В конце концов, что розу не так-то просто нарисовать, а уже тем более в цвете, а уже тем более розу, на которой будет написана утренняя роса. Мы попробуем поднести, если получится у нас с камерой, то как эта камера у нас получится вообще, я не знаю. Ну, может быть, Бог даст, что-то мы это сделаем. Я сейчас намечу веточки. Оксана, вот Ольга спрашивает, это холст на картоне или на подрамнике? Нет, это на подрамнике холст. На картоне холст нельзя будет так скоблить, он не будет поддаваться, нету прорисания холста и не будет такого, ну, как бы, легкого соприкосновения с эластичным, ну, скажем, железным материалом, вот в данном случае мастерином. Он будет скрестить. Ну, вот я наметила основные линии. Где у нас будут находиться листики. Если вам необходимо дополнительно, можете наметить все листики. Оксана, вот спрашивают, какие краски считаются самыми хорошими. Может быть, вы скажете, какими вы пользуетесь? Да, пользуюсь краской мастер-классом. Можно сказать, я начинала и не изменяла этой краской. Слава Богу, она в продаже у нас есть. Я бы хотела сейчас вот на этом этапе поработать еще сейчас с розой. Она у нас немножко подсохла. Вот, мы можем начать. Оксана, спрашивают вас. Были ли у вас персональные выставки? Почему-то люди персональные очень ценят на собой. Вы творите, я так плохо веду, вы творите. Есть ли персональные выставки? Какие напутствия можете дать новичкам? Вот это будет самое. Персональных выставок не было. Были у нас студийные выставки. Ну и старалась в городских выставках участвовать. Персональные, думаю, еще впереди. Я желаю Оксане, чтобы у нее не было персональных выставок. Да? Почему так? Очень просто. Чтобы вы скупали раньше все как-то. Вот такое странное выставки. Оксана, новичкам, что бы вы посоветовали, какое напутствие дали бы? Ну, на собственном опыте очень много смотреть, питаться, наполнять, как Андрей Павлович говорил, свой сосуд информацией. И в конце концов, вы потом самостоятельно сможете выбрать направление и технику, и инструменты, которыми вам удобнее, интереснее и лучше пользоваться. Все индивидуально, все идет от души. Если у вас, вы видите картинку, вот мы можем... Если у нас вот цепляется краска, вы не бойтесь. Все, масло, оно... Мы можем все исправить. Масло, это такой инструмент, который подается... Ну вот, теперь начнем лепесточек за лепесточком. Отрисовывать в розе. Если вам где-то мешает толстый слой, Масло, мы можем просто его кисточкой подкорректироваться. Просто снять тряпочком, вытереть. У меня получился толстый слой, масло, я получил. Кто не услышал, какими красками мы делаем розу, то, может, в мастер-классе, который можно приобрести, все это прочитать и услышать еще раз. Там, конечно, все более подробно. Хорошо, все более что. Молодцы. Хорошо. Продолжение следует... Оксана спрашивает, а какие кисти предпочитаете для работы? Какие кисти? Ну, вот в основном, как я говорила, очень плоские и тонкие кисти. Вот видите, какая она плоская и тонкая. Есть вот такие вот со скосом. Кисточка видно, да? Это, в принципе, четыре основных кисти, которым можно сделать работу. Вот. Искусственные, да? Искусственные, да. Это не натуральные щетины, это искусственные кисти. Они нам дают возможность делать красивые повороты. Если у вас краска соединяется, можете ее постоянно вытирать тряпочкой. Можно делать вот такие касательные движения. Я намечаю сначала культуру, где у нас вот этот изгиб, сам краешек розы, вот как он поворачивает. Проще вам всего наветить, а потом вот сделать изгиб. Искусственные. Искусственные. Оксана, вот есть люди, которые только что зашли, они восхищаются. И вот, конечно, будут смотреть в записи, потому что про жены ваша работа. Спасибо за поддержку. Очень переживаю. Хотелось бы, чтобы результат вас порадовал. Когда приходишь в студию к Андрею Павловичу на занятия, время летит настолько незаметно. Кажется, только сел работать, там просто отключаешься. И уже прошло 3-4 часа. Если густо окраска, снимайте ее. Снимайте ее в тряпочку, потому что она мешает нам работать. Я вообще привыкла работать очень тонко. У меня это лучше получается. У меня есть такие работы, которые вообще видна структура полотна. Можете бегать по всему цветочку, где подсохла. Оксана, очень много благодарностей ваш адрес. Люди заходят, восхищаются, очень жалеют, что опоздали. Но ничего страшного, смотрите в записи. У вас еще есть время. Догоняйте. Спасибо огромное вам за поддержку. У нас есть такая очень интересная здесь участница. Она все вот хочет получить от вас какие-то такие очень философские ответы. Но почему Роза? Почему она такая одинокая? Почему вы вдруг ее решили сегодня написать? Ну, могу сказать, что Андрей Павлович высказался как-то, сказал, что у вас, Оксана, очень лихо получаются розы. Поэтому я взяла сегодня эту тему. А вообще, вообще мне нравится работать, как я уже говорила, не только с цветами, но и с нотикмортом. Я взяла сегодня. розы писали очень много художников а вот например если вы посмотрите коровин у него был такой период когда он поселился в крыму у него очень много бутербурга вот эти если у вас краска берется просто протирайте ну вот видимо прослушали наши участники то есть оксана вы уже вроде бы говорили да что пишите и натюрморт это с натуры вы тоже рисуете тоже рисую с натурой задают вопросы видимо прослушали роза расцветает пишут вы знаете одно дело когда ты пишешь в студии будет а другое дело и когда вот мне надо ее сделать очень быстро и и понятно может если не хватает вот темного тона нам надо отделить краешек листочков мы это всегда можем сделать оксана вот вы уже в самом начале говорили каким пользуетесь разбавителем опять возникают эти вопросы то есть по моему самый простой разбавитель в школе самый обыкновенный разбавитель просто без запаха и и и и и и Продолжение следует... 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 Дорогие друзья, не знаю, Оксана сказала или нет, но она пишет на хлопковом холсте. Обычно художники его не любят, но вот такой стиль, как у нее, требует именно хлопкового холста. Если это ледяной холст, будьте спокойны, у вас это, что она делает, получится намного хуже. И вина не ваша будет, а вина холста. Слышно было, да? Наташа, слышно было, что я сказал? Да, конечно, Андрей Павлович, очень хорошо слышно. Это очень важно. Ну, я думаю, участники возьмут это на вооружение обязательно. Я хлопковый холст ненавижу, просто ненавижу, я его не люблю. Но есть вещи, которые я пишу, кстати, на мастер-классах на своих. Я иногда пользуюсь этим холстом. Например, если я пишу тряпкой, у меня есть такие мастер-классы, они не записаны в ютубе, но я их провожу, так сказать, наживо. То, ну, примерно за 20 минут может получиться очень интересный, интересная серия. Это работаешь тряпкой, буквально бьешь тряпкой о холст, потом что-то тряпкой соскребаешь и на тряпкой снимаешь. И вот это только на хлопковом холсте можно сделать. Один раз у меня была ситуация, когда я, как это назвать слово, ну, был большой корпус. Я пришел туда, где заказали сделать мне вот эту работу, было оговорено уже все, что я серий буду делать. И мне поставили мой любимый холст ледяной. А он загнутован был хорошо, плохо были видны эти рельефы. И я как-то так не стал проникнуть, ну, не стал смотреть его основательно. Ну, сзади вид, да, был еще этот холт такой. И начал писать. И в первые две минуты я почувствовал, что наступает катастрофа. Я людям то, что обещал, не сделаю. Тогда я извинился, сказал, что у меня не такой холст. И все круто поменял. Начал работать на разбонителе. Ну, и все, все было по-другому. То есть, вот, обращайте внимание, дорогие друзья, на холст. Что вы берете. Научитесь, как бы сказать, полюбите все холсты, какие я езжу. Крупно-зернистые, мелко-зернистые. Я имею в виду холсты львиные. И полюбите вот то, что я ненавижу. Я его очень не люблю, этот холст. Хлопковый. Вот этот вот, то, что Оксана делает на нем. Но он иногда очень важный для работы. Если работать с тряпкой, только на нем. На том холсте ничего у вас не выйдет. В поры забивается краска, вы ее уже не выйдете никогда. Андрей Павлович, вам вот благодарность от зрителей. Очень замечательные комментарии. Ну, спасибо. Я Оксане мешаю, может быть? Нет, нет. Ни в коем случае. А вот спрашивают, чем технически отличается холст хлопковый от льняного? Зернистостью, спрашивают, гладкостью? В первую очередь зернистостью. Все большие мастера пишут на зернистом холсте. Не только экспериментаторы, если это большой мастер, но экспериментатор. Он может себе позволить иногда пользоваться вот хлопковым холстом. А, в общем-то, холст красив тем, что, ну, при некоторых... Есть такие подходы, в общем, считается академически это подход, в академии так и лучше. Вы сделали, например, прописку. Пусть даже это будет портрет. Давайте начнем с того, что это портрет. Вам будет понятнее. Вы написали глаза, нос, щеки, волосы. Все написали. Оставили его высохнуть первой пропиской. Все вообще очень. Высохло все. Может, что-то там чуть-чуть недосохло, но в основном все высохло. Вы приходите, берете мастерки и все снимаете это. И вот только то, что в порах холста, то осталось. Все, что, как бы, поверх вот этих бугорков сплетели, и все вы сорвали. Пишите дальше. И ставите все. И вот в глубине этих пор, или как их назвать, вот этих, между сплетениями у вас получается там два-три оттенка. А в верхнюю все срывает и срывает. И только последней пропиской уже там, я не знаю, может, это в седьмой, в десятый, есть картина Морозова. Морозова, картина Серова, Морозова. В общем, это самая Морозова мама. Промышленника, старовера, величайший такой культурный подвижник был. Его маму рисовал, Серова. И вот он говорил, что я сто раз садился за этот портрет. Ну, если это даже было чуть преувеличение, давайте разделим на двое. Ну, то, что 50 раз он сел, это даже было точно. И вот это академический подход, он снимает верхний вот этот слой и снова делает. То есть, сами понимаете, сколько эта работа делается. Это не значит, что художник делает только эту работу. Он делает параллельно еще, может быть, 10 работ. Но эта работа вот такое время делается. Это академический подход, он довольно красивый по факту. Ну, в общем-то, это академический подход. Художники, которые уже, так сказать, крепко стоят на ногах, они так практически не делают. У них не хуже получается а-ля приема. Или даже, ну, а-ля приема сделает, вроде москов много, поверх них пройдет еще два раза, три москов добавляется. И те, что выпуклые моски поверхушкам могут еще, как бы, подернуться другим цветом. Вот это вот только рельефность и красота будет. Они меньше смотрят вот на саму фактуру холста. Но очень красиво те работы академические смотрятся, когда они закончили. На картине как бы мешковина просвечивается. Вот эта вот такая вот фактурность, мешковина. Это очень видно на работах, ну, как бы, старых мастеров. На каких можно привести примеров? Ну, Левинский, Боровиковский писатель. В основном на мелком толстетам этого мало можно почувствовать. Ну, вот ранний репель, кстати, может быть. Ранний репель. Не надо среднего, позднего репеля. Ранний репель, когда он учился, вот эти вещи у него. А потом у него этот подход сохранился в других вещах. Когда он писал портреты, и фон, он делал так, чтобы вот эта фактурность холста оставалась. А, например, голова, там, руки, материал, ну, то есть, во что одеты люди, он написан постозно. А вот за ними, например, эти великие мастера очень любили серый такой однородный в основном цвет. И вот этот серый однородный цвет ложился на фактурность вот этой мешками, мы назовем его. Если, ну, как бы, при большом увеличении больше на мешками, мы похожи. И тоже очень красиво смотрятся. Вот, как бы, вот такие экскурсы в историю. Насколько это нам нужно, не знаю, но в данном случае так. Оксана, спасибо большое, Андрей Павлович, было очень интересно. Наши участники спрашивают у Оксаны, чтобы она объяснила, просит Оксану технику написания листочков. Будьте добры, Оксана, расскажите. Технику написания. Смотрите на форму и по форме проворачивайте кисть. Вот смотрите. Нет, он смешивается. Оксана, вот спрашивают участники в мастер-классе, который вы предлагаете. Там такая же техника, листочки тоже мастихином лишние снимаются? Нет. В мастер-классе в том, там более тонкая работа, тоньше слой масла и легче работать. Ну, я как говорила в самом начале, вот мне интересен всегда подход и что-то хочется попробовать нового. А как же вот можно достичь, вот я перед собой ставлю какую-то, такой вот цель. Я хочу достичь, чтобы эта работа выглядела так или иначе. Ну, вот придумала себе такой нелегкий путь. Не ищем легких путей, скажем так. Расскажите, как у кого получается, мне интересно. У меня была задумка, чтобы листья на этой работе были как орнамент. Оксана, вот просит очень пояснить, как берется краска на мастихины, как проворачивается или снимается просто краска. Хотелось бы, чтобы вы объяснили, показали, может быть, более подробно. С листочков, как снимается краска, да? Ну да, наверное, да. По форме от самого узкого места прижимаю к холсту. И как бы боковой частью, вот видите, я рисую рисунок листика. И точно так вот с другой стороны. Получается? Получается? Напишите, уважаемые участники, кто работает вместе с Оксаной. Во-первых, хотелось бы вашу работу, конечно же, тоже увидеть, но в нашей группе ВКонтакте. Напишите, пожалуйста, кто вместе с Оксаной. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас пишет вот такую же прекрасную розу. «Оксану, вы пришли к холсту, к холсту, к холсту. Оксана, вы признали, что вы не многословный человек. Ну вот прям просит наши участники, чтобы вот каждое ваше движение вы комментировали, если можно». Конечно, можно. Я сейчас именно работаю вот этой же плоской широкой кисточкой. и по направлению рисунка листочка. Как прожилки на листике расположены, вот таким образом мы от конца к середине рисуем листик. Спасибо, уважаемые участники, за вашу обратную связь. Спасибо, что участвуете в нашем мастер-классе и участвуйте, и пишите такую великолепную красоту, такую розу вместе с Оксаной. Это не окончательный вид листиков. мы будем каждый раз возвращаться для того, чтобы положить свет. И так далее. Спасибо. 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 Оксана, вот сейчас немного перекрываете… Ага, вот не видно. Да, теперь лучше. Спасибо. Смотрите, этот листик. Мы увидим только вот такую нижнюю часть. Смотрите, этот листик. Какой-то листик может быть порван. Смотрите. Оксана спрашивает. Это как добавить солнца на листья? Возьмите желтый краплак белила. Там солнца практически нет. Но есть некоторые места. Только я бы сказала, больше в этой части на листьях, на бутоне и на цветочке. А листья зеленые, они как бы у нас в тени. Мы видим цветочек сверху. И поэтому все, что внизу, оно сливается с общим планом. Для меня это зеленые листья, это как рисунок общий, как вот такой красивого заднего плана. Возьмите. Это как рисунок. Спасибо. Начните, вы все выбранные мастихином места снова заполняете краской? Да, снова заполняю краской. Это только потому, что наш основной предложенный мне фон сделан мастихином. Мастихин, сам посмирите, ложит такой толстый, получился он у меня, может быть, немножко толще, чем я предполагала, слой. Но в конечном результате вы увидите такой вот рельеф, когда картина высохнет. Это будут, знаете, листочки, которые как бы прорезаны, они живые, они отдельные, они очень рельефные и красиво будут потом конечный результат. Можно было работать кистью, тогда слой бы, конечно, был. И рисунок был намного тоньше. И рисунок бы выглядел иначе. Вот. Ну, вот такая вот у меня была задумка. Вы увидите, что конечный результат будет очень интересен. Дальше. Дальше. Продолжение следует... Оксана, вот Елена спрашивает, какую краску используете для листьев? Вы знаете, я интуитивно... Смотрите, какая у меня палитра. Единственное, тут у вас листья должны отрываться, чтобы мы могли просмотреть их форму. Поэтому... Я беру в палитре травяной зелени, добавляю и немножко коричневого, и немножко желтого. Ну вот. Где-то местами можно кармии красной добавить, чтобы в целом работа была очень колоритной и интересной. Продолжение следует... 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 Оксана, пока Андрей Павлович отвлекся, а середитый вообще он наставник, требовательный. Андрей Павлович очень добрый человек по натуре и очень легко работает. Никогда не настаивает на какой-то определенной технике. Он нас заставляет думать и принимать решения. Обязательно направляет, обязательно подсказывает. Очень деликатно. Оксана, немного перекрываете? Иногда кисть не видно. Вот жалуются наши участники. Извините, пожалуйста. Перекрываем. 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 Спасибо. Вообще это наслаждение, особенное наслаждение. Но сегодня у меня такая задача не только насладиться, но, скажем так, впервые передо мной сегодня стала задача такая побывать в роли не только ученика, но попробовать что-то передать другим людям. Спасибо. Спасибо. Ольга спрашивает, когда Вы приходите в галерею, узнаете, что Ваш сюжет позаимствован, что в этом случае делать? Подписан годом раньше, притом художником со стажем. Андрей Павлович, поможете? Ну, такого быть не может в принципе. Есть другое понятие. Есть такое понятие духовное ноосфера. Ноосфера. Это и физическое какое-то понятие, и духовное, кстати. И переводя язык этот на наш творческий лад, когда Вас что-то осеняет, какая-то умная мысль или идея или открытие. Вот открыли Вы, Вы придумали радиосвязь. Передача на расстоянии без проводов. В это же самое время на другом конце земли это же самое придумывает другой человек. Кто из Вас запатентует, тот и первый. Кто опоздал, тот второй. Второго в этих случаях не бывает. Бывает только первый. И один журналист, или редактор в крупном очень журнале, сказал своему очень хорошему сотруднику. Когда у тебя появляется умная мысль, беги сломя голову и записывай ее, чтобы напечатать. Потому что помни, что в это же самое время у другого появилась эта же мысль. То есть это нечто то, что Бог как бы подстраховывает, чтобы эта идея пошла в мир. И те, кто над этим очень близко работают, она им дана. Открытий не бывает у одного человека. То же самое было с атомной бомбой. А вот одновременно была в Германии, в Америке и в России и в Советском Союзе. Одновременно открытия были. Кто-то говорит, украл один у другого. Да, может быть, отчасти. Но открытия были одновременно. То есть в сфере нового надо помнить, что первым быть – это не всегда, что ты сделал первым. И вторым быть – это не всегда, что ты опоздал. Вот это такое мое мнение. Ну вот такие колоритные лепесточки у меня получились. Листья. Сейчас вот я забыла на самый шикарный верх, на широкий лист. И так оживим. Продолжение следует. Я забыла на несколько шикарных лепесточек. Листья. Листья. Федор сочи. Плажа. Моя точка. Можем. Плажа. Продолжение следует... Я не ставила перед собой задачу сделать точную копию. К работе всегда надо относиться немножко творчески. Если хотите копии, можно сделать просто печать на холсте. А творчество, оно дает возможность нам пофантазировать. Продолжение следует... Просит Оксана больше комментариев. Рассказывайте о том, сколько у вас деток и как они себя ведут. Это был только... Я не перестаю о них думать, если честно. Я вот работаю, у меня в процессе работы... Я всегда о них думаю. Тут же много опоздавших, и они не знают о том, что Оксана Маддериня... Девчонки, родители, замечательные совершенно дети, с разрывом во сколько? В 17, да? В 6 лет. Нет, а старше от младшего. В 6 лет, в 18, в 12, в 6 и в 2, в 4. Между последними немножко разница у меня меньше. Вот, поэтому Оксана не просто так рисует, а смысл был в том, что эта ученица особая у меня. Это майн-героиня, которая еще и рисует. То есть смысл наших встреч, вебинаров, я так не перестаю удивляться. Это не только творчество, но и творчество, которое наполняет людей необычных. Если люди имеют одного ребенка и не знают, с какой стороны подойти к вольверку, у них нет времени и организации внутренней, то эта мама имеет 4 детей разных совершенно по возрасту. Она имеет силы и возможности заниматься живописью. Одна из самых дисциплинированных студий. То есть четко 2 раза в неделю на занятиях. Вот в этом тоже большой, понимаете, большой смысл наших встреч. Это не перестаю удивляться. То есть жизнь с интересными людьми. Это не только жизнь, как бы, вот это вот она рисует и все. А это показ разных сторон жизни. Это показ разных людей, разных характеров и разных судеб. ampачка крови. Немного любви. Продолжение следует... Комотивируем в средства. П watches. ПолучIL. ... ПораAP. Пора Ума. Пора. Вдох, в глаза. Хочется положить больше света. Продолжение следует... 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 Оксана, вот Елена интересуется и спрашивает у вас. У каждого художника есть свои маленькие секреты. Есть ли они у вас? И могли бы вы о них поведать миру? Продолжение следует... Секретов. Да нет у меня секретов. Всё идёт от души. Сегодня чувствую так... Это как настроение, знаете? Ну, секрет всё же есть, Оксана. О трудолюбие. О трудолюбие. Это что за секрет? Многим это... Многим это вообще... Как бы... Понятие само... Недостижимо. Люди могут принять многие вещи, но когда же чьё-то трудолюбие, и всё заканчивается. Продолжение следует... Люди любят организации себя, как вообще личности. На всех должно хватать времени, на их живопись оставаться. Не так просто. Многие женщины постельное бельё не гладят, и рубашки мужу. А тут имеют четверо детей, заниматься живописью активно. И... Что ещё добавить? Делать профессиональные работы. Оксана, подскажите, а муж не ревнует к вашему увлечению? Вы знаете, он только радуется. Но как можно ревновать к тому увлечению, которое приносит в дом красоту и хорошее настроение? Жена побывала в студии, пришла, улыбается, счастливая, довольная, полна эмоций, сил. Я думаю, я знаю, что ему это только нравится. Аксана, а вы можете рассказать немного о мастер-классе, который вы предлагаете «Три розы»? Чем он интересен? Что нового люди почерпнут, узнают в нём? Ну, это и композиция построения, чем они мне понравились. Это, с одной стороны, вроде бы как простотой, но очень красивой такой вот композицией. Спокойной. Я выбрала эту работу, как я говорила, я всегда руководствуюсь таким, знаете, чутьём. То, что вот мне нравится, что мне близко лежит. Вот. Ту работу я и взяла. Мне бы интересно было узнать, насколько видно и… Видно хорошо. Хорошо, да? Мне это видно. Я же страхую его. У меня домбук открытый, всё видно хорошо. Я бы очень попросил Наташу… Наташа меня же слышит, да? Да, Андрей Павлович, конечно, вас слышу. Очень попросил бы. Я бы слал вам одну и ту же картинку в трёх экземплярах. На самом деле, если бы вы её опубликовали именно в трёх экземплярах… Дело в том, что фотографию, которую Оксана повесила возле себя, и фотографию, которую мы бросили на людям… Эти фотографии не совсем соответствуют действительности. Они темнее по тону, а Оксана пишет работу чуть светлее по тону. И люди, которые не понимают, что такое тон и цвет, их это сбивает с толку. И если сейчас им показать вот эти вот разные тональности при работе, они сразу поймут и всё догадаются, в чём тут делать. Это как бы дефект съёмки с оригинала. Оригинал на порядок светлее. Вот если бы вы смогли, Гандаша, показать вот эту более светлую работу, тогда многие бы сразу всё поняли. Андрей Павлович, я, к сожалению, только одну работу выложила на его списке, которую вот Вы выбрали, второй вариант. И её же я ссылочку бросала в чат. Но после окончания вебинара я могу разместить и две другие работы для сравнения, и также их выложить в чат. Это просто как дидактический материал, чтобы люди понимали, что это не оригинал работы. Оригинал висит в музей, возможно, в какой-то частой коллекции. А это его эхо. Это так же, как с эхо спрашивают, насколько оно похоже на мой голос, а я его крикнул в горах. Ну, извините, это не мой, не мой голос. Также это любая фотография, это только эхо от оригинала. Как можно наслаждаться какими-то серьёзными колористическими вещами, когда это, ну, от голосов. Например, фотография вообще даёт всего четырёхцветное звучание, и из них складываются все оттенки. Достаточно заглянуть шприцом, чтобы убедиться, что я прав. А оригинал картины имеет бесконечное множество оттенков. И поэтому мы не имеем оригинала, с которого Оксана работает. Если бы она была в музее, можно было об этом говорить. Мы находимся среди друзей, которые хотят научиться первым шагам в творчестве. В частности, рисование розы, рисование лепестков, общего вписывания в пространство, в организацию цветовой гаммы, рисование на чёрном цвете и всё такое. И поэтому речь идёт о том, что вы должны воспринимать это как идею картины, но не как копию, которую можно почти продать за оригинал. Это идея картины, где листочек может быть передвинут. Размер той картины и Оксаниной в данном случае не будет никогда соответствовать. Нарушена пропорциональная часть, то есть ширина и высота не соответствуют оригиналу. У Оксаны может быть длиннее, там были квадратнее. То есть вот эти вещи нас совершенно не интересовали, потому что цель была не делать копию, которую бы поставил рядом и сказать, вот видите, что мне отличается одно от другого. у вас вот оригинал, а вот копия, где узнаете что. Цели такой не было. И это в нашем деле другая цель, потому что мы хотим чему-то научиться. И больше мы научимся, если научимся розу рисовать, рисовать листья в тени, какой-то листочек выпал на свет, как-то рисовать бутон. Вот эти вещи должны заливать. Потому что секреты мастеров – это не секреты подделки денег, например, банковских купюр. Цель насветли в этом. Цель насветли в том, чтобы научиться. Я думаю, что понятно, о чем говорить. Последний штрих. Оставила для вас. Оксана, ну вот мы не раз говорили, что вы учитесь у Андрея Павловича, я так понимаю, с 2010 года, правильно? Да. А рисуете вы, наверное, раньше начали рисовать? Вот интересуются, уже не первый раз задают вопрос. Честно. Ну, рисовала вообще я всю жизнь. И в школе, и после школы. Но любила простой карандаш, штриховку, вот такого главного рисунка. Вот. Но всю жизнь хотела… Меня манило это масло, потому что оно настолько колоритно соединяется. Это, знаете, это как магия, вот, рисовать маслом. Оно, по сути, живое, вот оно… Меня это радует, меня это наслаждает. Я получаю огромное удовольствие работая с этим. Сейчас добавим еще немножко света. Может, мало комментариев, да, я так понимаю. Вот. Я… Скажем, работая над картиной, я стараюсь как бы ее сразу обрабатывать во всех местах. Я могу бегать сверху, снизу, со стороны, в сторону и в центр, чтобы не оставалось, например, где-то вот одно пятно непроработанное. Только работаем с правым углом или с левым. Вот. Поэтому, как бы, и комментарии мои, наверное, маловато было. Что я старалась охватить за короткое время, выполнить работу колоритную, объемную. Оксана, вот хотят еще посмотреть ваши работы. Где-то можно это увидеть в интернете, например? Это можно посмотреть на моей страничке в Фейсбуке. Ну, и пока больше я нигде не доставляла. Оксана, вот спрашивает, Наталья, а сейчас это ваше хобби или стало профессией? Вы зарабатываете на этом? Пока еще, пока не зарабатываю, честно. Пока это мое вот такое вот душевное наполнение и любовь, и ощущение красоты, и вот это вот все хочется вложить на пост. Вы знаете, я открою секрет. Оксана на меня не обидится. Оксана очень обеспеченный человек. Ну, благодаря Богу. Очень обеспеченный. И ей не нужно гоняться за куском хлеба, чтобы продавать. Но зато подаренных работ у нее очень много. Причем дарит она их все в рамах, которые стоят за 100 долларов. Не до 100 долларов, а за 100 долларов. И мы не раз заходили в галилеи, где продаются рамы, и она выбирает для подарков именно такие мощные пакеты и дарит. Да, потому что я очень люблю свои работы. Да, вот она их одевает в хорошие одежды. И ей совершенно не интересно, сколько они стоят и как она их продаст. Но эти работы были замечены, и вот сейчас к ней подлежал пример китаец, который пытается найти ходы, чтобы начать там какую-то выставку с участием в ее работе. Ну, если это ей приятно или престижно, то она совершенно безразлична к тому материальному, что она будет за них иметь. Это так, ну, наверное, сравнивать так нельзя, но это примерно то же самое спросить. Кстати, мама Николая Второго писала живопись у нее была потрясающая, массовая, прекрасная. Она делала тоже копий очень много, она их раздаривала своим друзьям, у них тоже было очень много друзей. И, ну, представьте, она бы давала вам мастер-класс, а вы спросили, а кому вы продали свои работы? И она просто вопросов не поняла. Это человек обеспеченный. Ее эти крохи, которые она, так сказать, выбегут благодарной публике, и они не сделают погоду в доме. А вот если она подарит близким людям, это, по-моему, будет более отлично. Что мы их делали? Андрей Павлович, я буду. Андрей Павлович, я буду. Ну вот на этом этапе я бы хотела закончить свою работу. Продолжение следует... Честно говоря, наслаждалась все это время. И немного замечталась, глядя на нее. Андрей Павлович, вы что-то скажете? Да я уже, по-моему, столько откомментировал. Мне хотелось быть рядом с Оксаной. Я смотрел ноутбук, потому что там правдивее цвета, чем на экране у нас в компьютере. То есть они уже с преломлением. Но я считаю, что довольно приличные цвета все равно получались. То есть, да, Франчук криком кричал вчера, что у него все было не так, цвета другие. Но когда я какой-то каталог свой делаю, прихожу в типографию и стою, а он выходит тепленький еще из-под этих подруг. То, вы знаете, мне говорят, вы один только молчите. Все художники ругаются. Я говорю, что я должен ругаться? Зеленый остался зеленым. Красный остался красным. Фиолетовый чуть покраснел, ну что делать? Они говорят, боже мой, оно же другое, а вы молчите. Я говорю, ну что, значит, вы так умеете делать. То есть, несовершенная техника, сказать, наша, ну так сказать, передача техника, интернета техника, какие претензии могут быть? Ну, что есть, то есть. Вот, поэтому роза розовая, розовая, ну, слава Богу, не пожиренела, все нормально. Дальше передача, удачи. Я вам очень благодарна за то, что вы все это время были со мной. Вот, может, было мало с моей стороны комментариев, как уже было отмечено. Вот, и, ну, очень хотелось быстро работать, и поэтому меньше говорила, больше работала, потому что очень короткое время у меня было для такой работы. Всем огромное спасибо, надеюсь, до встречи. Вот видите, как не только картина колоритная, у меня лицо тоже. Результат мне очень понравился, поэтому я буду рада за хорошие комментарии, и счастлива была сегодня проводить. Спасибо вам всем огромное. Ну, я чуть-чуть с тобой. Теперь я на фоне розы окажусь. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Спасибо Оксане, которая не перестает меня удивляться. Сегодня спасибо ей за смелость, за то, как она провела эту встречу. Она человек очень скромный и застенчивый. Чем-то она мне напоминает мою жену Ольгу, которую я все время говорю, Оля, ты такой талантливый человек, ты это-это умеешь, ну, кроме того, что ты архитектор. Выйди, проведи, потому что есть гораздо слабее мастер-классы, и люди действительно больше, как бы сказать, больше создают впечатление, чем могут научить. Но она стесняется. Я бы хотел отметить то, что работа действительно удалась. Удалась она по колориту, по приемам, которыми она пользовалась. Это вообще, честно говоря, старинный прием, вот это вот выцарапывание. Он не новый, ему уже лет 250, как минимум, потому что на картинах эти приемы уже со времен Делакруа известны. Вот. Кому-то показалась эта работа очень простая, но сложная работа создается дольше, потому что этот прием, эта техника, эта техника долгоиграющая. и никто бы не выдержал, и Оксана в том числе, сидеть перед вами 7-8 часов. Причем, для вас это некоторое шоу, когда художник рисует, так сказать, для вас. Для художника это работа, мало того, с кривой спиной. Положение, при котором делается работа, очень сложное, если правильно сидеть. Я записал, ну, наверное, сотни уже мастер-классов, и могу точно сказать, что это большой труд. Я пишу быстрее, больше в а-ля приема, потому что, ну, как бы, для учеников или для мастер-классов я не вижу нужды делать долгоиграющие работы. Для этого есть мастер-класс, ну, как бы, у меня в мастерской. И многие люди приезжают из других городов получить этот мастер-класс. Там можно чуть-чуть затянуть это дело. А вот, что касается для вас, я думаю, что то время, которое было потрачено ей на вас, а вы получили удовольствие и наблюдали это время, я думаю, что это максимальное время напряженного труда. И некоторые вещи вы должны понять вот еще что. Какая кухня у художника? Он не видит в экране реально, что видите вы. у него может не быть рядом ноутбука. Вот в данном случае у нас был ноутбук, но Оксана была повернута задом, и я сидел на диване и смотрел в ноутбук и видел ну, как бы сказать, несостыковку цвета. А она видела только свое произведение, потому что наш компьютер большой, наш экран большой стоял тоже к ней задом. Таким образом она не видела то, что видите вы, и не могла как бы подкорректировать и изобразить точно что ну, как бы сказать ваши ощущения. Но тем не менее она сработает справилась, большое есть спасибо. Я считаю, что ну в чем-то даже наверное не не хуже, а может даже лучше многих спикеров. И когда вы начинаете что-то делать, у меня большая просьба к вам не берите очень сложные работы. Когда вы берете сложную работу, вы выглядите очень смешно. Смешно, если у вас есть анализ, то перед самими собой. А еще смешнее выглядит это, когда показываете как будто. Человек опытный, а опытными можно было назвать больших мастеров, и опять мы вспомним таких как Мане, они не брали даже серьезных портретов, но зато они написав две пувшинки, достигали такого колористического звучания, которые приравниваются к Боярне Морозовой с ее сотенными лицами. То есть они оставили такой же след в искусстве, как Суриков с его историческим полотном, там, например, семь на четыре, на три метра, а эти с полотном шестьдесят на восемьдесят, след, если не больше, то есть Суриковские работы еще даже дешевле стоят, чем Мане. И поэтому в искусстве надо быть очень терпеливым, или как когда мы даем оценку искусству, очень терпеливым, вдумчивым, и раньше времени не проговориться, чтобы не быть смешным перед теми, кто владеет этим вопросом. И вам хотелось бы пожелать больших творческих удач и превращения ваших, возможно, каких-то ну, промахов, неудач в поиск. поиск самих себя в искусстве. У каждого свой как бы характер, если хотите, психика. И учитывая вот эту психику, вы вырабатываете свой стиль. Он может быть а-ля прима, хлопок, какой-то многослойная живопись. это человек способный дождаться результата через полгода. Или это работа спонтанная. Это тоже потрясающе и имеет право на существование. То есть всякое творчество это всегда самовыражение. Это всегда откровение. И вот это откровение, если вы делитесь с людьми, вы широкей душой. И я благодарю вас за ваше творчество и хочу, чтобы ваша душа была действительно широкой к себе и к людям. Без этой широкой души не может быть творческих побед. умение писать это прежде всего умение выворачивать собственную душу. Успехов вам и большой любви ко всем, кто вас окружает. С вами был Андрей Кулагин и наша программа «Не перестаю удивляться». До свидания. Спасибо большое, Андрей Палыч. Ваши комментарии всегда уместны и всегда точно отражают действительность и передают все эти ощущения, которые можно передать в данный момент. Еще раз хочу большое спасибо сказать Оксане. Потрясающая работа, мне очень понравилась, необыкновенно тонкая, очень изящная получилась роза. Удивительно нежные картины Оксаны Орел. И вашему вниманию, уважаемые участники, предлагается мастер-класс «Три розы». Это холст, масло и цена очень и очень скромная. То есть обычная цена это 3000 рублей. только для вас, только для участников конференции сегодня предложение за 1150 рублей. Вы сможете передать прозрачность лепестков и оживить цветок. С помощью мастер-класса вы напишите конструктивные розы. Прозрачность из живопись картины достигается столкновением теплых и холодных цветов. видео видео очень качественно снято и с отличным звуком. Продолжительность час 20 минут. Умение рисовать розу, как и многие другие цветы, даст вам возможность с легкостью применить знания в тех букетах, которые вы поставите для себя, а законченной работой порадуете своих близких и знакомых. Как оформить заказ, я вам сейчас покажу. делается это очень просто. Вы проходите по баннеру вверху в правом углу кнопочка у вас над чатом видна, вы нажимаете ее и попадаете на страницу, которая открылась вашему взору. Это нежная картина Оксана Орел видео мастер-класс Три Розы Обратите внимание, что цена обычно это 3000 и совсем скромная цена это 1150 рублей за такой оригинальный видео мастер-класс. Далее вы нажимаете на кнопку заказать и попадаете на следующую страницу, где вам нужно правильно заполнить графы с вашим именем, электронный адрес e-mail и телефон с указанием кода страны. Нажимаете кнопочку «Оформить заказ» и попадаете на страницу, где выбираете любой из удобных для вас способов оплаты. Например, если это пластиковая карта, то на следующей странице вам нужно правильно заполнить номер карты плательщика, дату из течения срока, CVC-код, который находится с обратной стороны пластиковой карты и электронный адрес или телефон. Нажимаете на кнопку «Продолжить» и таким образом ваш заказ будет принят к оплате. Не забудьте правильно указать ваш телефон, потому что если возникнут проблемы с оплатой, с вами обязательно свяжутся наши менеджеры из колл-центра и ответят на все ваши вопросы и помогут провести оплату. И сейчас я попрошу вас, уважаемые участники, поставить в чат пятерочки, если понятно, как оформить заказ. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь, будем разбираться. И пока жду ваших пятерочек. Напомню, что Андрей Кулагин приготовил подарок для самого любознательного ученика. Как определить этого самого любознательного ученика? Это очень просто. По количеству приобретенных на нашей конференции мастер-классов. Спикеры наших творческих встреч будут предлагать свои платные мастер-классы. И тот, кто купит наибольшее количество этих мастер-классов, получит картину Андрея Кулагина в подарок. В начале нашей встречи я вам уже показывала ее, но сейчас напомню, потому что очень много людей, кто опоздал и не видели эту картину, хотя наверняка она приходила вместе с подарком от Андрея Павловича. вот и вот таким образом сейчас я вам покажу она выглядит. Вы видите сейчас ее на своих экранах. Это городской пейзаж, техника пастели, зарисовка, городское кафе. Вы пополняете копилку своих мастер-классов и чем она у вас больше, тем, конечно же, лучше для вас. Ну а у кого она будет самой огромной, самой большой, наполненной, тот станет обладателем этой картины. Напомню, что запись выступления Оксаны Орел будет открыта для просмотра до завтра, до 18 часов по московскому времени. 10 июня в 19 часов мы познакомимся с творчеством еще одной ученицы Андрея Кулагина Анной Беднюк. На мастер-классе будем писать греческий пейзаж пастелью. Для работы вам понадобится фото, с которым можно ознакомиться или скачать. Ссылку выложу чуть позже в чат. Также вам понадобится пастель, желательно питерская, цветная пастельная бумага формата А2, неяркого темного цвета, желательно темно-коричневого или темно-синего. Сейчас я посмотрю чат отлично вижу пятерочки спасибо вам за обратную связь то есть как провести оплату и оформить заказ вам понятно спасибо большое и опять обращаюсь к вам с большой просьбой оцените пожалуйста нашу встречу насколько вам было полезно знакомство и работа на мастер-классе с Оксаной Орел поставьте пожалуйста оценку по пятибальной шкале жду ваших оценок и в это время хочу выразить огромную благодарность за ваше участие на конференции за чуткость и внимание к спикерам которые выступают у нас и всем участникам самой конференции надеюсь что приятная дружеская атмосфера помогает вам творить свои шедевры и конечно же очень жду ваших работ в нашей группе ВКонтакте будем все вместе радоваться вашим картинам и получать удовольствие от их созерцания надеюсь что уже ваши оценочки есть да пошли огромное вам спасибо в основном это пятерки здорово я очень рада что для вас время которое вы провели вместе с нами не было потеряно напрасно вы обрели друзей вы обрели мастера спасибо большое за ваш труд в том числе с Оксаной и спасибо за оценку наших трудов тоже в том числе надеюсь что завтра мы с вами обязательно встретимся приходите буду вас ждать ну а сегодня желаю приятно провести время отдохнуть и увидимся с вами завтра до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...